Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Предлагаю сегодня окончательно подготовиться к Новому году и сделать настоящий детский макияж. Интересно? Тогда сегодня мне в этом помогут Маша Васильева и Злата Богатеева. Идёмте со мной! А это для чего? Это кисточка для пудры, это блёстки. Их можно наносить на веки, например. Девочки, привет! Привет, Миша! Здравствуйте! Сколько здесь у вас всего? Что это мы сегодня будем делать? Расскажите! Мы сегодня будем делать макияж. Детский новогодний макияж. Да. Очень интересно. Ведь, наверное, все мамочки, дочек знают тему, когда дети пытаются лезть в мамину косметичку и самостоятельно сделать себе макияж. И что потом из этого выходит? Девочки, вы пытались? Рассказывайте честно. Я пыталась летом сделать себе макияж, и я просила у мамы ей или красную, или бежевую помаду, намазывалась и надевала парик. И парик даже? Чёрные волосы. Машка, а Злата, а ты? Пыталась краситься мамиными тенями, например, карандашом? Ну, я всем, кратилась, что у мамы. Пока она не видела. Вот видите. Даже кукол всё перекрасим. И даже кукол красим. Поэтому в преддверии Нового года, этого замечательного праздника, который в нашей стране отмечается всеми, в том числе и маленькими девочками, я предлагаю на праздник легализовать. Это право. Но, естественно, под присмотром родителей, взрослых. Поэтому сегодня я расскажу, как и какими продуктами можно сделать детский макияж, чтобы девочки остались довольны. И мамина косметичка осталась в сохранности. Девочки, мы согласны с вами? Да. Я не слышу, мы с вами согласны сегодня вот эту красоту всю попробовать? Нанести на себя. Причём под присмотром мамы Маша, да? Да. Давайте попробуем. Что у нас в начале? Вообще, любой макияж строится и начинается с тональной, так называемой, основой. Но, так как мы работаем с девочками маленькими, то есть с детьми, в детском макияже тональное средство используется крайне редко, разве что для профессиональных фотосъёмок, например. А в случае каких-то изъянов кожи, например, высыпаний и так далее, мы можем использовать корректор. Так, корректор. Но в наших случаях даже этого не понадобится, потому что у наших моделей замечательная кожа, и поэтому мы корректор даже использовать не будем. Но, как вариант, это может быть использовано. Следующий продукт, которым наносится макияжи, это пудра. Пудра, да. Так как у нас новогодний праздничный макияж, я выбрала флуоресцентную пудру, то есть с мелкими частичками сияния такого мелкого. Но наносить, учитывая, что этот макияж у нас детский, мы будем её в очень небольшом количестве. Ну, так, чтобы мерцать. Чтобы чуть-чуть придать изюминку, да? Да, изюминку, образу и праздничность. Нанесём мы её немножечко на скулу сверху. Машка, ты мерцаешь? Да. Как принцесса. Злата, и ты тоже. Да, это же праздник, чуть-чуть камелечка. Вот так. То есть новогоднее уже что-то появилось в нашем образе. Следующий продукт, которым мы воспользуемся, это румяна. Вообще, это я использую для этих целей тинт, а не обычные румяна. Тинт – это гелеобразная, кремообразная текстура с небольшим пигментом, с небольшим количеством пигмента. Я думаю, что для деток этого будет вполне достаточно, чем серьёзные какие-то румяна, более тёмных цветов. Так, как они наносятся? Наносятся они, как любой кремчик. Попрошу улыбочку. На вот эти вот выступающие части щёчек, яблочки они у нас на роде называются, мы наносим небольшое количество тинта. Златушка, ты теперь улыбнись мне. Так, Маш, покажись мне. Ну-ка. Разовы щёчки. Да, такой лёгкий, чтобы румянец получился, очень натуральный, потому что деткам нам совершенно ни к чему иметь яркие или какие-то тёмные цвета на лице. Детский макияж, конечно. Лёгкое, лёгкое такое мерцание, лёгкий румянец. Да, совершенно небольшое вот количество. Так. И сразу кожа становится такой прям здоровенькой, со здоровым румянцем, потому что с нашим количеством солнца цветом кожи могут быть некоторые нюансы. Так. Следующий продукт, который мы можем использовать в макияже, используют визажисты чаще всего, это тени. Но так как макияж детский, я рекомендовала бы либо какие-то светлые, серебристые тени использовать, либо заменить это на какие-то блёстки. Потому что тени всё-таки могут на таких юных лицах выглядеть очень ненатурально. А хотела задать вам вопрос. А вот детский макияж, когда он может быть ярким? Девочки, вот вы мне ответьте. Вот ярким. Весной. Кто у нас в пользе ярким макияжем? Танцеры? Танцеры? Или певцы? Да? Или девочки, которые вот, например, ходят по подиуму или вот есть такие конкурсы красоты. Хотите, я вам покажу даже, какой макияж делают? Посмотрите. Вот. Уже такой более взрослый. Видите? Яркий, да? Так просто не накрасишься, да, в обычной жизни. А вот на сцену девочки красится так, например, на конкурсах красоты. И нужно это для того, чтобы издалека со сцены лицо читалось. Да. То есть, вот для этих целей, да, конечно, для ребенка можно использовать и нужно яркий макияж. У нас другие цели. У нас цели быть красивыми в новогодний праздник и быть красивыми на фотографии с этого праздника, который мы будем пересматривать. Так, дальше что мы делаем? Закрываем глазки, мы наносим небольшое количество верцающих серебристых теней. Чуть-чуть, да, сестра? Чуть-чуть буквально, да. То есть, я не сторонница ярких макияжей для жизни, для ребенка. Открываем глазки. Да, все-таки дети должны быть детьми, правда? Конечно. Они и так красивы. Только потому, что они детки. Правда? Да. Так. Вот. И теперь макияж глаз я предлагаю закончить тушью на ресничке. И здесь тоже нужно быть осторожным. И я предлагаю не окрашивать полностью ресницы, а слегка подкрасить кончики тоже для того, чтобы глазки выглядели естественными. Да. Машенька, ты уже красила когда-нибудь в ресничке? Ну, мама красила реснички. А слегка? Злата тебе красивее в реснице? Нет. Пока закрой глазки, Машка, да, чтобы высохли реснички. И второй глазик. Посмотрим. Ну-ка, давайте-ка, да. Сразу глаз становится больше, более выразительным, более красивым. А это что? Это я сейчас беру продукт для бровей. Если бровки очень светленькие, то можно просто взять прозрачный гель с расческой, расческой для бровей, и просто зафиксировать. Если брови имеют оттенок, то можно воспользоваться специальным средством для бровей с расческой, тон в тон. То есть слегка прочесать, вот я сейчас убираю максимальное количество с кисточки продукта, чтобы слегка-слегка прикоснуться цветом к бровям. Чуть-чуть немножечко. Просто слегка прикасаясь, расчесываем. Да, тон в тон, Машка. Цвет тебе подходит, прям как твои бровки. Правда? Сладко? Они просто становятся более насыщенными. Выразительные более, да? Так. Очень красиво. Так, Машенька, покажись. Вот, мне нравится, что этот макияж такой неброский, да? Он же детский. Молодецкий. С одной стороны, мы удовлетворили наших красавиц и помогли им тоже быть в новогодний вечер праздничными, красивыми, такими же, как мамы. Правда? С другой стороны, макияж совершенно не изменил их внешность и только придал какую-то изюминку. Так как у Златушки брови более светлые, чем Маша, подниму подбородочек, я буду работать кистью для того, чтобы было удобнее дозировать этот продукт. Бровки наши готовы. Красиво. Теперь мы поговорим о макияже губ. То есть тоже для девочек я предлагаю маленьких использовать все-таки либо блески светлых каких-то розовых, персиковых оттенков, можно с блестками, потому что девчонки это любят, все дети любят блестяще. Но я в нашем случае воспользуюсь тем же тинтом, который я наносила на щечки, потому что он просто придает натуральный цвет более выразительным губам и всего лишь. Сверху можно нанести, например, уже какой-то бесцветный блеск, если хотим. А то Маша вот хотела красную помаду, да, Маша? Да, Маша любит красную помаду вообще. Периодически все-таки выторговывает у меня право ею попользоваться, я бы так сказала. Так. Литки становятся просто выразительного, как будто натурального цвета. И последнее, что я бы предложила, это можно воспользоваться блестками, потому что дети наверняка будут этому рады. Поэтому я нанесу немного масла на часть век внешнюю, для того, чтобы туда положить блестки. Подскажите, что за масло такое? Масло обычное для лица любого, может быть. Ну, оно не только для лица, то есть можно на разные частки тела нанесить. Да, все девочки любят блестки. Да, конечно. Сладкими наносим в тонную платье, ярко-розовую. И они держатся за счет масла, да, получаются эти блестки? Да, да, потому что во взрослом макияже я их наношу там на другие продукты, но они все практически имеют цвет. То есть это блестки, которые наносятся чаще всего уже на тени, либо гелеобразные, либо кремовые. Но так как нам цвет не нужен, нам нужно только легкое мерцание, поэтому мы воспользуемся просто маслицем. Так, в маршруле мы возьмем голубоватый тень. Это блестящий. Закрывай глазки. И сколько же продержатся такие блестки? Долго? Да, достаточно долго. Ну и последний аккорд, так сказать, завершающий. Я предлагаю еще наклеить пару больших страз. Как у принцесс, да? Как у принцесс, да. Чтобы уже образ был очень праздничный, но очень новогодний. Так, при помощи чего? При помощи специального клея для ресниц. Он тоже гипоаллергенный. Покажись, Маша. Вот. Да, конечно, с таким макияжем можно не только в Новый год, но еще на бал. Все, мои хорошие, ваш новогодний макияж готов. Девочки, ну-ка посмотрите на меня. Какие красотки, очень красивые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok